На золотую маску театральные критики отправятся в масках противовирусных. Крупнейший фестиваль страны объявила о показе спектаклей без зрителей. Если актеры первого театра успели выступить до вступления ограничений в силу в программе вне конкурса, то при каких обстоятельствах в зале будут играть номинанты артисты красного факела пока сказать сложно. О том, как меры безопасности влияют на театральную концертную афиши, Алексей Кудинов. Спектакли главного театрального фестиваля страны отменены с 17 марта до 10 апреля. Такое сообщение распространили организаторы золотой маски. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые мероприятия под открытым небом. В помещение собираться можно, но количество участников ограничено 50 человек. Новосибирский первый театр заскочил на подножку уходящего поезда и успел сыграть спектакли до вступления запрета в силу. В рамках национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска» существует множество проектов, в том числе не конкурсов. Вот один из них «Детский уикенд». Этой программе уже несколько лет. Отдельные эксперты, кураторы, специалисты по детскому театру в России смотрят множество спектаклей. В этом году было около 120 спектаклей со всей России. И вот нас пригласили принять участие в этой программе со спектаклем «Воин». Действие спектакля разворачивается на фоне первой чеческой кампании. У главных героев на войне остались отец и брат. Эта постановка адресована подросткам. Ее еще никогда не показывали за пределами нашего региона. В столице воина сыграли на этих выходных дважды на площадке Центра драматургии и режиссуры. Было еще и обсуждение спектакля со зрителями. Как признаются артисты, о коронавирусе в Москве говорили постоянно. У меня приходила бабушка, она живет у меня в Москве. И она говорит, вот меня все подруги отговаривали, сказали, какой театр, никуда не ходи. Но он говорит, ну как, я не пойду посмотреть на внука, она пришла. И, конечно, да, много людей было и в масках. И чувствуется, в Москве это было гораздо ощутимее. Мы понимали, что атмосфера висит в Москве, но что настолько это все будет. Нет, и, конечно, мы были немножко шокированы, что все вот так закрывается. В Новосибирской области, во всяком случае, пока концерты и спектакли не запрещают. В организациях культуры усилен контроль за здоровьем сотрудников и посетителей. Влажная уборка в помещениях театров теперь несколько раз в день. В библиотеках стараются дать посетителям доступ к книгам через интернет. Ограничивают число людей в читальных залах. Ждем информации о Транссибирском фестивале. Он должен стартовать через несколько дней. Накануне стало известно, что концерты с участием иностранных музыкантов перенесут на осень. Что останется от программы, организаторы обещают рассказать завтра. Меж тем, актеры театра «Красный файкл» не сдают билеты в Москву. На начало апреля запланированы показы в рамках конкурсной программы «Золотой маски». По последней информации, спектакль «Дети солнца» все-таки сыграют. Но в зале будут только члены жюри. Алексей Кудинов, Александр Егоров. Новости ОТС.